Подтопленных домов нет, натиск воды удается сдержать. В Ленинском районе продолжается борьба с паводком. В населенных пунктах укрепляют дамбы, в труднодоступных местах налажена переправа и доставка гуманитарной помощи. Все подробности в репортаже Всеволода Ставчанского. Въезд в районный центр больше напоминает парковку. Брошенные машины вплавь до пункта назначения. Добраться не в силах. Сейчас в Ленинской на обычном легковом автомобиле не проехать. Нужна спецтехника или хотя бы внедорожник. При этом уровень амура начинает постепенно падать, но ситуацию осложняют грунтовые воды. На остановке многолюдно. Чтобы попасть на работу, к врачу или в магазин, нужно дождаться КАМАЗ. Он стабильно перевозит людей по заданному маршруту. Лишь бы воды не было. А это все переживем. Переживем. В 13-м хуже было. Затопило по охам. Ну ничего. Живем. И это переживем. Это хорошо борются. Не пускают воду. В том году у нас запустили воду. Вода была. А в этом году нет. Так что ничего страшного. Наращивание гидрозащиты не прекращается. В Кукелево укрепление береговой линии спасло от подтопления десятки домов и огородов. Те мероприятия, которые были предприняты по защите населенных пунктов, они дали свой положительный результат. Все населенные пункты защищены земляными валами. На сегодняшний день основные усилия сосредоточены на том, чтобы укреплять земляные валы, потому что течением они постоянно подмываются. И все силы сейчас брошены на укрепление этих земляных валов. Ситуация находится на контроле губернатора региона Ростислава Гольдштейна. Где-то воду откачивают насосные станции. Пик Паводка позади. По-прежнему организована доставка гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания. Я просто рад сегодня быть с этими людьми, сказать им огромное спасибо за их труд, сказать всем жителям, что у нас нет практически жалоб на то, что кто-то где-то не помог. Гребень Паводка смещается в Смедовичский район. Туда уже направлены дополнительные силы спасателей и спецтехники. Всевлад Ставчанский, Владимир Курчинкин, Вести, Биробиджан.